В прошлом сезоне Севастополь и Динамо Ставрополь встретились впервые. Наши соперники стали абсолютно худшей командой в первой группе по итогам стартового этапа. Поэтому неудивительно, что подопечные Станислава Гудзикевича дважды оказались сильнее в гостях 2-0, а дома 1-0. Нынешняя же игра в Севастополе проходила без болельщиков в связи с объявленным указом губернатора Михаила Возвожаева режимом ЧАЭС. Все те, кто обычно ходит на стадион, могли включить трансляцию телеканала СТВ и увидеть игру по телевизору в прямом эфире. Но теле болельщиков матч явно не порадовал изобилием моментов. Самым опасным из них можно назвать шанс Александра Смирнова на 61-й минуте. После навеса со штрафного наш полузащитник пробивал с близкого расстояния, но голкипер Динамо Максим Матюша с ударом справился. У Ставропольцев отметим разве что удар Махача Абдулхамидова издалека, но с этим выстрелом уверенно справился Ростислав Тыщенко. 0-0. Сухая безголевая ничья. После игры наставник Севастополя в очередной раз напомнил, как нашей команде важна поддержка болельщиков. Сегодня на домашней игре, конечно, нам их не хватало, но на протяжении этого круга мы чувствовали их поддержку и это наш 12-й игрок. Мы это все прекрасно понимаем, но исходя из ситуации, понятно, все было сделано правильно. Но я хочу сказать огромнейшее спасибо и болельщикам нашим «Ультрас», и 25-му сектору сегодня. Мы слышали поддержку вашу, знаем, что многие смотрели по интернету, по телевизору, поэтому спасибо за поддержку. «Команда соперника, мы знали, такая очень крепкая, конечно, одна из таких играющих, давление хорошее оказывает. Вот нам нужно было этому противостоять. Слава Богу, получилось. В основном получалось. Ну и скажу так, что мы могли забить и не один. Но результат, как всегда, закономерен, как я говорю». В других матчах 17-го тура отметим поражение лидера первой группы Ростова-2. Они уступили в гостях Махачкалинскому легиону со счетом 0-1. В самом результативном матче тура Нальчикский Спартак дома сыграл в ничью с Астраханью 2-2. Наши соседи Ялтинский Рубин в гостях уступили Аланье-2, а в дерби команд Коснодарского края Кубаньхолдинг крупно победил биолог Новокубанск. Первая половина состязания в первой группе практически завершена. Ростов-2 продолжает лидировать в турниной таблице с 32 баллами в активе. На два очка отстают Астрахань и Легион. Но у Астрахани еще и игра в запасе. Пока Севастополь на шестом месте. У нашей команды 26 очков и отставание от лидеров на 6 баллов. Внизу турниной таблицы все без изменения. Ланя-2 по-прежнему предпоследняя, а Динамо-2 из Махачкалы безоговорочно последняя. Теперь состязания берут паузу длиной почти в месяц. Как отметил Станислав Гудзикевич, 16 июля наша команда уезжает на 12-дневный учебно-тренировочный сбор. К продолжению чемпионата футболисты будут готовиться в Крыму. А следующую официальную игру Севастополь проведет 3 августа в гостях с биологом Новокубанск. С нетерпением ждем новых выступлений от нашей команды. Светослав Данилов, Денис Прошин, Михаил Волобуев, Сергей Катлеренко, Дмитрий Сидоренко, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.